Для меня и было это шоком, потому что я воспринимала его совершенно как обычного простого человека. Первая реакция – шок. Журналистка из Каменского района Татьяна Землянова, которая неоднократно делала материалы о Манишине, долго не могла поверить, что герой ее статей подозревается в серии убийств – 11 девушек и женщин с 89 по 2000 годы. Я на 100% была уверена, что это неправда. И поверила это в принципе даже, скажем так, в том, что все-таки это он. Только после того, как в ходе следственных действий он показал ненайденную без вести пропавшую девочку. Только после этого я поверила. С предполагаемым политеховским маньяком журналистка познакомилась в 2013 году, когда тот возглавил Шадринский сельсовет. По ее словам, чиновник был грамотный, тактичный и четко умел формулировать мысли. Один раз журналистка даже выезжала с Манишиным в рабочую командировку – смотреть трассу. И вот было такое, что я несколько раз думала о том, что вот мало ли. Я, конечно, понимаю, что, слава богу, что все, ничего не случилось, но как-то так жутковато было. Одна из статей о Манише недолгие годы была в свободном доступе на просторах интернета. Но в связи с задержанием Татьяна удалила материал. Каждый раз, когда я вижу эту фотографию, каждый раз меня дергает, что эту фотографию сделала я. Сейчас появилось какое-то отвращение, что ли, какое-то такое ощущение то ли обиды, то ли грязи. Буквально вчера в Калманском районе прошло очередное судебное заседание по делу предполагаемого политеховского маньяка. Оно прошло за закрытыми дверями. Подсудимому зачитали обвинительное заключение. С момента задержания Манишина весь Калманский район с замиранием сердца следит за громким делом. Заседания продолжаются, но местные жители уже вынесли свой вердикт. Здесь надо самое суровое наказание ему, потому что нет гарантии о том, что он не продолжит эти действия. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком.